Эта встреча на территории национальной спортивной базы Клейсты была не случайной. 22-летняя уроженка Праги Катаржина Крейчи только недавно вернулась из Египта, где проходил чемпионат мира по современному пятиборью. А уже в сентябре ей предстоит старт в Венгрии на чемпионате Европы. К этому надо уже привыкать. Чешская спортсменка с недавних пор выступает под флагом Латвии. Как такое стало возможным? Почему она поменяла Прагу на Ригу? Как к этому отнеслись у нее на родине, а также родители? И значит ли это, что сборная Латвии действительно приобрела в ее лице будущую участницу Олимпийских игр? В начале нашего разговора с чешской спортсменкой захотелось проверить ее лингвистические способности. Сначала чешский, потом русский, но и латышский. Меня зовут Катаржина Крейчи. Сейчас я выступаю в современном пятиборе за Латвию. Уже три года живу в Риге. Учусь в университете спортивном. Вот совсем на все. Меня зовут Катаржина. Я имею 22 лет, то уже я сказала, и латышский, и русский. Я делаю модернный пятибой, а право теперь живу в Ризе. Я делаю 22 года. Как вы делаете Латвию? Я в Латвии. 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 Вот. Здесь был перед соревнованием небольшой сбор совместно, на котором мы проводили тренировки. И со временем эта общая идея возникла у всех сразу одновременно. И мы пришли к общему решению, что ее желания, наши желания и возможности совпали. И после этого она вот осталась здесь у нас. Ты называешь Катаржина или Катерина? Я Катерина называю. Там буква эта неудобная, чешская. Она вообще неудобная. А как решался вопрос с гражданством Катаржины Крейчи, которое она получила этим летом? Этим занималась федерация, президент федерации Яна Слепинч. Вот. Дальше были выставлены условия, задачи, с которыми она, я считаю, отлично справилась. Это знание национального языка, также интеграция в общество. И много федераций и общественных организаций дали свои рекомендательные письма. Они все были позитивные. И я думаю, что такой человек нашему обществу будет полезен очень. В истории современного пятиборья Латвии случай с Крейчи далеко не первый, если мы говорим о натурализации иностранных спортсменов. Достаточно вспомнить получивших гражданство Латвии двух украинцев, в том числе участника летних игр в Рио-де-Жанейро Руслана Наконечного. О чем это говорит? Говорит именно о том, что это не самая радужная картина здесь. И я думаю, тяжело в Латвии на сегодняшний день создать такую системную школу, которая давала плоды каждый раз, каждый год выдавала двух-трех спортсменов, с которыми можно работать дальше на высокие результаты. Это практически невозможно, я так сказал. Вид спорта очень энергоемкий и очень тяжело мотивировать детей в 15-16 лет везде не тренироваться. Ну, они уже начинают трезво взвешивать. Сиза и против. Сиза и против, зачем это надо, и вознаграждения ни материального, ни морального нет. 22-летняя спортсменка рассказывает о том, как у нее на родине отнеслись к такому переходу и как реагировали ее родители на переезд в Ригу. Все меня поддерживали, потому что они меня в любом случае любят как свою, независимо от того, за какую страну я выступаю. И они даже сейчас радовались успехами моими. Тренеры, которые работают в Чехии по современному пятибургу, когда они узнали о вашем решении, они ревновали вас или нет? Так, это я не могу сказать. Но все спокойно среагировали. Может, лично ревновали, но про это я не знаю. От вашего тренера, и от вас лично я знаю, что вы владеете многими языками. Вам легко даются языки, насколько я понимаю? Достаточно легко, наверное. Потому что, когда я учу новый язык, я полностью погружаюсь в ней. И мне настолько интересно, что легко потом учиться. Что касается латышского языка, вы быстро его освоили? Ну, за три года могу уже разговаривать. Не знаю, для кого-то быстро, для кого-то медленно. Ну, вот мне сказали тоже, что вы сдали латышский, когда экзамен 94%. Это очень большой процент. То есть вы практически в совершенстве знаете латышский. Ну, пока еще нет C уровень, только B. Поэтому есть куда стремиться, чтобы полностью понимать. За несколько лет Крейчи уже приспособилась к жизни латвийской столицы. Сейчас она является студенткой четвертого курса латвийской спортивной педагогической академии. Что больше всего ей нравится здесь? Может ли она сравнить Ригу и Прагу? Мне очень нравится море. Это большой плюс, что в Латвии море и природа. Тут чистый воздух, классные леса, есть где бегать. Вот это такое. То есть это я знала уже раньше про Латвию. Ну да. А из кухни латвийское что-то? Латышское? Латышская кухня. Какое блюдо любимое может быть? Это странно, но я больше всего тут пола-бела борщ, который не на латышский, но очень много людей тут кушают. Поэтому это самое мое любимое. Как вам Рига по сравнению с Прагой? Есть ли какие-то общие черты? Рига очень спокойная по сравнению с Прагой. В Праге больше людей. И туристов больше? Тоже, тоже. Я еще училась в гимназии прямо в центре Праги, поэтому каждый день я там по Карлову мосту ходила, туристов встречала. А тут такого не встречается. Подспудно все понимают, ради чего все это затевалось. Тренер об Олимпиаде в Париже говорит чуть осторожнее, Катаржина более конкретна. Самая большая цель – это Олимпийские игры в 1924 году. И к этому надо хорошо выступать на соревнованиях, которые перед Олимпийскими играми, чтобы туда попасть. И к этому мы сейчас стремимся. Общаясь с Катаржиной, невозможно было не затронуть тему ее спортивной фамилии. Кажется, все болельщики в курсе, что звездой чешского хоккея сегодня является Давид Крейчи. В Чехии как-то не спрашивали. А вообще эта фамилия распространенная в Чехии или нет? Есть, но для девочек, для женщин непривычно, потому что у нас добавляется, когда есть муж, мужчина Крейчи, то женщина Крейчова. Но у меня как бы мужская фамилия, потому что моя мама так решила, так хотела, когда замуж выходила, вот и я. Тоже у меня такая фамилия.